привет друзья привет друзья с вами мария садовый центр gardens привет привет присоединяйтесь к нашему эфиру маша мне уже отправила запрос ну и давайте сразу и выйдем тогда вдвоем не буду я вести никакие предварительные речи если муж все собрались и я даже вижу ваши сердечки привет привет друзья рада встрече так жду машу у нас все получится привет 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 в общем я двух маш маша и маша по памяти этого лета вот я вспоминаю наш прекрасный семинар по розам ой мне тоже очень понравилось было душевно да и очень красиво сам очень красиво да то есть весь этот дураж конечно был прям да все как надо просто скажи семинар это же не просто вот про про пойти поучиться да это было или пойти там послушать какую-то пользу взять но это же действительно это вообще какая-то не знаю совершенно другая энергия по моему аура какая-то да ну вообще все личные встречи несут намного больше энергетики больше впечатлений производят чем онлайн безусловно вот а вообще ну это же целое вовлечение то есть ты должен там соответствующий дресс-код одеться это настроение приехать прекрасная площадка все цветет работает профессиональный фотограф это тоже немножко так себя аккуратно оперилась при макияжике вот ну и надеюсь что мы были полезны в на той встрече а уж атмосфера была супер но судя по количеству тележек сколько уехала у нас уже достаточно присоединилась слушателей зрителей привет друзья спасибо вам большое посветлее себе сделаю да я тут я с вами да будет свет было комфортно я вот тут была на семинаре тоже выступала на таком очном семинаре там выступал психолог и вот она сказала пока присоединяются еще да 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 мы чуть-чуть она сказала что значит лучший комфорт который вы можете себе обеспечить он в мелочах вот даже если вы сидите сядьте так как вам удобно если вам не комфортно примите более удобную позу даже если вы где-то там на собеседовании даже если вы как струна вот то есть комфорт для себя он как бы комфорт в голове больше такой что дает комфорт для того чтобы мыслить и клирикой и так далее так что я надеюсь ты удобно устроилась потому что мы начинаем и я рада представляю ландшафтного дизайнера мария бадина представься я хочу чтобы сама представилась рассказала о себе так я тоже включу натуральный вид потому что тут какое-то все химическое друзья всех приветствую меня зовут мария бадина я действующий ландшафтный архитектор и ландшафтный дизайнер давно очень я практикую в связи с чем накопился какой-то вот такой уже опыт не только теоретически но и практически давай цифрами я вот цифры очень люблю как маркетолог ну официально с 2006 года я занимаюсь ландшафтным дизайном соответственно вот этот опыт хочется делиться есть запросы определенные я вообще очень люблю поболтать как говорится вот и соответственно у нас возникла тема очень актуальная в связи с прошедшей выставкой в том году я участвовала с своими коллегами с девочками с ксения еременко и катя чухась и мы сделали сад выставочный и вот это такая аккумуляция всех знаний всего своего опыта проверка на вшивость что ты как вот намного больше знаешь о малых садах чем знал до этого в связи с чем хочется рассказать поделиться мы видим что спрос на эту тему растет вот если лет десять назад таунхауса было что-то такое еще экзотика то сейчас это такой сектор очень большой частного частного жилья которое очень активно осваивается есть на это спрос и почему бы не рассказать как сделать это красиво в общем как мы маленький участок не приговор понимаю да давай я еще раз озвучу тогда тему друзья мы сегодня поговорим про особенности малых участков и основные ошибки владельцев так сказать да вот этих вот малых садов и как их избежать я надеюсь тоже расскажет вот вопрос такой давай сразу как-то на берегу вот это вот определим то есть что вы профессионалы подразумеваете под словом малый сад или небольшой участок это какие участки ну в общее принято считать малыми садами участки менее там 30-20 соток но сегодня я поговорю о еще компактных размерах еще более компактных это уже такое большое да да но в ландшафтной архитектуре в ландшафтном дизайне есть понятие больших площадей там начиная с градостроительных мероприятий и поэтому воспринимать то есть чтобы не было как сказать путаницы с терминами я предлагаю говорить об участках менее десяти соток да восемь соток шесть соток четыре когда у тебя половину занимает дом и под озеленение остается три две и одна такое тоже бывает распространено и это вполне поле для творчества для деятельности и из таких участков тоже можно сделать очень комфортное пространство красивое стильное комфортное кто-то даже пишет а у меня всего две сотки да и если посмотреть под разными углами то это с одной стороны это мало с другой стороны это очень даже и неплохо то есть это площадь позволяет если вот говорить про про то что действительно сейчас эта тема более даже популярна чем раньше то по моему как бы и ощущению и там и тому что я вижу потому что происходит у нас на рынке последние два года я имею ввиду на рынке недвижимости да особенно после 2020 года то что действительно новые есть новые постройки которые были запланированы уже там да я имею ввиду таунхаусы а есть вот эти вот дачные все варианты которые нам когда-то там родителям или бабушкам дедушкам давали даже так сказать распределяли я помню мои родители куда-то ездили вообще это было очень далеко но слушай чуть ли не за 300 километра от москвы сами там выкорчевывали но когда им сказали что это их знаешь сами выкорчевывали вот эти вот корни деревьев то есть все что настолько люди тогда к этому стремились и вот эти вот участки они сейчас обретают собственно вторую жизнь потому что уже новые поколения которые даже до 20 забросив все это да и переселив в город много любителей урба таких вот да урбанистических пространство есть только хотят жить в городе в центре не есть тоже такие знакомые но однако тенденция на абсолютно что люди перебираются за город и я даже страны вот садового центра могу сказать что садом начинают заниматься даже те кто вообще никогда вот вообще никогда этим не занимался поэтому это люди явно которые опять либо въезжают на эти участки им уже нужно совсем все по-другому либо нужно как-то переделать чтобы это было для жизни уже вот в 20 там нормально комфортно оно все там вот еще вот с тех времен как бы осталось поэтому я тебя хочу как бы сместить сейчас вернее вот на две части разбить нашу нашу встречу чтобы ты объяснила во-первых что можно делать и как правильно поступить когда у тебя еще вот ну допустим у тебя там хаус да вот маленький от двух соток там действительно бывает то с чего начать что сделать чтобы не наделать ошибок чтобы тебе было комфортно чтобы тебе не казалось что у тебя тут все понатыкана как бы вроде бы и все все отдельно красиво а вместе знаешь это вот угадал все ноты а не нас не смог назвать песню хорошо вот а вторая история это вот если у меня уже там что-то есть на участке можно ли это как-то исправить маш мне нравится этот вектор потому что действительно это две разные истории пространство которое ты создаешь сейчас это совершенно другая архитектура другой подход и участок который тебе достался по наследству реконструкция когда это например снт да там участки наделы чаще всего это 6 8 соток половина под дом странные архитектуры да кто что гораст там всегда есть соседи там всегда есть сараи туалеты вот специфические заборы и вообще пейзажная картинка так себе и безусловно вот строящиеся современные уже довольно интересные в этом особенность маленького строения что здесь все рядом то есть в 10 метрах от твоего окна будет окно соседа это не 100 там 200 метров когда у тебя хороший большой надел когда ты можешь себе сделать такую буферную зону ширмы добротные закрыться и не создать такой вот дворик полностью закрытый когда заходишь к летушку вот маленькие участки как бы есть минусы да есть минусы но безусловно есть и плюсы маленьких участков в первую очередь это цена вопроса доступность его безусловно это стоимость всех работ потому что ну я пока чуть-чуть буду говорить ладно это спасу значит так возможность сделать работы быстрее это стоимость работ ну просто чисто технически на эту площадь уйдет меньше денег но есть и ряд технических сложностей чаще всего особенно когда мы сталкиваемся с таунхаусами мы имеем очень ограниченный доступ на участок я сталкивалась тем что технически вообще да то есть мы ну я думаю что большинство дизайнеров кто работал с таунхаусами вдруг сталкивается с тем что ремонт в доме закончен и когда нет прохода на участок вообще то есть только через дом то есть когда идет на серия домов с индивидуальными подъездами и с отдельными задними двориками и хорошо если это например может подойти с тыльной стороны а чаще всего эти две тыльные стороны соединены да такая раскладушка получается друг на друга и такой не очень приятный момент когда все приходится делать через дом вот бывает и такое работа не очень приятно поэтому лучше об этом задуматься заранее когда вы проектируете когда вы делаете ремонт подумать что будет сейчас делать с участком надо ли вам туда доставлять смеси бетон какие-то конструкции складировать материалы дай бог работает с грунтом и так далее те же растения не все можно к сожалению вот бывает так что не все можно там как-то доставить технически да приходится неприятный момент поэтому вообще не задумываемся и и значит и ты меня тоже прости за вот такие абсолютно простые вопросы возможно для вас они очень примитивны да все упираются простые вопросы чаще всего мы говорим вот со стороны наши да со стороны обывателя собственно страны просто человека который в этом действительно не разбирается и да 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 там дом надо что-то затащить конечно это думаешь уже после того как ты все это делал приобрел рояль например вот маша не рояль ванна джакузи да у тебя уже все косы сделаны Чистовая отделка сделана, это потому что твоя джакузи просто не проходит в проем. Да, это вот такие вот вопросы, к которым ты сталкиваешься, либо тебя ведет специалист, который тебе это скажет, либо ты сталкиваешься с этим и учишься на своих ошибках. Поэтому мы стараемся донести, что есть ряд типовых вот таких вот не очень приятных историй, которых можно вполне избежать. Не только тонхаусы, с небольшими участками тоже есть масса проблем. Это чаще всего три соседа, когда у тебя прямо напротив справа и слева и по диагонали соседей, и не всегда есть возможность, например, переместить какую-то конструкцию. Чаще всего есть какая-то красная линия застройки. Мы говорим об участках, которые, например, приходят на реконструкцию. СНТ, когда сменилось поколение, там стоит, значит, какой-то малыш, детинец, вот некое строение домик. Ведутся активные работы с домом, а потом понимаем, что вот все, мы отсекли себе этим домом весь задний двор, и тоже начинается вот эта вот история с доступом. Ну, в общем, чисто такие рабочие моменты, о которых лучше заткнуться заранее. А вот заранее, вот скажи сразу, совет такой будет, то есть заранее это как? Это вот когда я еще не въехал, ну, мы будем говорить про идеальную квартиру. Когда только вы задумались о том, что вы будете делать с этим участком, или вы делаете ремонт, въезжаете в новый, или вы счастливый обладатель, там, подарка, да, или вы вступили в наследство, купили участок, и вот вы смотрите на него, приходите, вот когда вы смотрите и думаете, надо вот эту калитку поменять, здесь что-то надо вот машину мне поставить. Вот в этот момент надо продумывать все, не только какого-то там обошьем, сайдингом дом, да, но и тут же встает вопрос о том, как распланировать этот участок, и что в итоге на нем будет, что тебе туда нужно будет доставить. Сможешь ли ты там модную баню привезти, и сможет ли тебе ее поставить, или тебе нужно будет ее собрать на участке. То есть это все технические площади, которые нужно будет использовать, есть ли они у тебя. Но это все вопрос, он часто упирается же в деньги, понятно, да? Ну, условно. Вот, и то есть что в этом случае, хотя бы какой минимум, это что? Ну, это консультация специалиста хотя бы должна быть какая-то, да? Ну, в идеале, ты понимаешь, что это проект, да? Безусловно. Но мы, если мы вещаем на большую аудиторию, то мы говорим, что, ребят, надо начать с планирования. Самое простое, что скажет, ну, любой приступающий дизайнер, выпишите на бумажку все свои хотелки. Вот все, что вы хотите, выпишите всей своей семьей, да? Вот, там, мама, папа, ребенок. Она хочет йогой заниматься, папе надо, там, машина, чтобы была, колеса, там, вот у него квадрокоптер, у него, значит, этот снежный мотоцикл, у ребенка, там, самокаты, футбол погонять, и бабушка приезжает, ей надо огурцы. То есть, вот какой-то вот этот набор того, что обязательно, того, что хочется, все надо выписать, а потом маленький сад всегда компромисс. Как бы ни хотелось. Неважно, сколько у тебя сотка или шесть, все равно это будет компромисс. Чем больше у тебя площадь, тем больше тебе хочется разместить, и начинается как раз вот этот вопрос. Поэтому очень, чем тщательнее продумать, именно вот на этапе того, что мы хотели бы, какой образ сада, для кого-то сад – это, безусловно, например, цветоводство. То есть, это покупка всего, высаживание, чтобы георгины, чтобы розы, чтобы соседка умерла от зависти. Для кого-то это газончик, стриженные формы, два шезлонга, и вообще ничего не трогать. То есть, это совершенно разные истории, будет разный подход, по-разному будут они выглядеть, и потребности у таких садов разные. Их надо учитывать. Наличие газона обязует вас его стричь. Значит, это наличие газона-косилки. Ее надо где-то хранить, надо куда-то девать порубочные остатки, то есть, скошенную траву, которая будет раз в неделю, там, минимум, коситься. Как ни крути. И вот, в зависимости от того, какой набор ты себе добираешь, будет вставать вопрос о том, как это все обслуживаться, и какие сопутствующие опции приходят к тебе априори. То есть, мы параллельно, условно, выбираем там плитку, да, или цвет стен, и все-таки мы задумываемся о том, что у нас будет снаружи происходить. Хотя бы задумываемся, и просим там помощи специалистов, хотя бы минимально, если это возможно, либо хотя бы действительно задаем себе вопрос, а что я там хочу, и что для этого нужно, и какие возможности, в том числе технические, да, у меня для этого будут, или не будут, может быть, что-то предусмотреть действительно заранее. Мы же предусматриваем это внутри квартиры. Конечно. Потом пол, условно, и потом уже мы там перемещаемся, не знаю, да, правильно, то есть к выходу постепенно, как ремонт, да, вот делаем... Маш, очень правильно относиться к проектированию участка как к ремонту квартиры. Это очень правильно. Во-первых, вообще очень много, ну, я бы не сказала, что очень много схожих, это вообще очень много идей и заделки качует в благоустройство, да, касательно там закладки, инженерки, коммуникаций, подбора материалов и так далее, и так далее. А потом всегда дом должен быть связан с садом. Это странно, когда дом вырван из контекста, вот у тебя есть участок такой вот, а здесь у нас, значит, ампир. Вот. В нашем прекрасном СНТ, значит, вот я так хочу. Поэтому очень правильно, чтобы дом был связан с окружающей средой, и для маленького участка вообще очень актуально делать такую буферную зону. Дом переходит в некое пространство, патио, террасу, и потом уже ты выходишь на открытое пространство. То есть у тебя чем меньше участок, тем вот эта буферная зона больше становится. Ну, это по моему усмотрению. Хорошо. С этим понятно. С первой ошибкой разобрались, да. Теперь, что еще, какие еще ошибки можно избежать, если у тебя еще ничего нет? То есть что мы делаем? Здесь все просто. Здесь все вообще очень такой стандартный набор. Это определиться, посмотреть в сторону света, чтобы понять, где у тебя светло, где у тебя тень, потому что это будет диктовать дальше, где какие зоны ты расположишь и так далее. Не делать замеры на глаз, не мерить шагами, сделать нормальные полноценные замеры. Есть специалисты, которые делают это профессионально, ну, или просто качественно снять замеры. Как у нас специалисты? Ну, геодезисты, да, то есть надо сделать, конечно, на съемку. Конечно, если у тебя участок 10 на 12 прямой, ты там полностью уверен, сам померил, вот ты хочешь, как говорится, сам себе режиссер. Просто надо качественно измерить. Помимо того, что это размеры внешнего контура, надо знать, где коммуникации проходят, потому что бывают очень неприятные сюрпризы, когда у тебя маленький участок, и ты думаешь, сейчас я здесь вот, все я классно себе придумала, посажу, а у тебя идут коммуникации, у тебя идет канализация, ливневка, газ под землей, и здесь ты вообще ограничен настолько, и оказывается, что ты ничего не можешь реализовать из своих фантазий. Поэтому надо знать, где у тебя коммуникации. Это хорошо, если у тебя новый участок, эту документацию, она у тебя будет. Если у тебя участок старый, значит, ну, включаем Шерлока Холмса, да, ищем какую-то информацию, какие были, были ли исполнители, кто-то до этого строил, не строил, бывшего хозяина пытаем, ну, либо методом изыскания, да, ищем и узнаем, что-то есть на участке, нету. Потому что мы сталкивались, например, с закопанными выгребными ямами, которые сверху положили фанеру и присыпали земличкой. Ну, таких приколов много было. Я пишу, вот здесь на комментарии про почти полчаса и никакой полезной информации. Ну, вот я уже записала шесть пунктов для себя, полезной информации. Я за, давайте ближе, как бы скажем. Я пишу и думаю, что я могу прям даже пост написать, повод еще раз прослушать, прям шаг за шагом, что нужно сделать, если у тебя, так сказать, там новый участок. Да, значит, изучите, что представляет из себя ваш участок, да, что у вас с землей, что у вас с грунтовыми водами, что у вас с соседями. Надо посмотреть визуально, это красиво, некрасиво, соответственно, стоит вопрос чаще всего прикрыться, не прикрыться. А создание визуальной ширмы, это все-таки объем, пусть это будет растение или какая-то конструкция, но это надо сразу себе понимать, соответственно, на плане указать. Что хуже всего, это сразу прийти, снять грунт, все выровнять песочком, а потом уже начинать думать, вообще, что у тебя с уровнями и так далее. К сожалению, частая история. Поэтому изучаем свой участок, потом делаем список того, что мы хотим сделать, а дальше начинаем вот такая химичить с нашими функциональными зонами и смотреть, что мы не будем вообще априори размещать на маленьких участках, что мы будем совмещать функциональную нагрузку, когда у нас одна площадка может быть и столовой, и детская площадка, игровой и так далее. Я, например, сразу бы рекомендовала, когда очень маленькие участки отказываются от огородно-плодовых затей, то есть их настолько минимизировать, понять, что здесь вы не будете бороться за урожай. Это не та история, это не участок для выращивания урожая, кормить семью. Для этого есть специальные участки с соответствующим целевым назначением. Маленькая грядочка, красивая, приподнятая огородик, которая будет являться, например, ограждением вашей террасы, может быть для выращивания зелени под шашлычок, землянички для ребенка. Деревья, соответственно, должны быть такие же. Чем меньше участок, тем мы больше придираемся. Если очень сильно хочется плодовый, есть плоские формы, шпалеры. У тебя, видела, в Гарденсе потрясающие шпалеры, отличные плодовые деревья, хорошо сформированные, которые дают возможность на маленьком участке получить урожай. Но, опять же, мы понимаем, что это не промышленный участок, не сельскохозяйственное значение. То есть это так, для души, для удовольствия. Нам... Такое шпалера, потому что... Да, потому что плоское дерево, плоское дерево, которое только двухмерное, по одной... То есть оно не объемно, не со всех сторон, а только... Да, в одном измерении. Растягивается специальным... Специальным образом формируется, да, на аллигатуру. Соответственно, таким образом могут выращиваться практически все плодовые культуры, они занимают минимум места. Главное расположить их правильно относительно, опять же, сторон света, для того, чтобы они освещались. И сейчас я еще поняла из твоих вот этих рекомендаций, что вот этот участок, он должен быть максимально таким эргономичным. Вот, как ты сказал, например, ну, то есть, ну, это опять, это не всем очевидно, мне, например, сейчас вот это стало действительно очевидно, когда ты сейчас привела пример, вот эту там прядочку или что-то, да, что у тебя является одновременно разделителем между там тобой и садом, да, то есть это одновременно какое-то такое, не знаю, зонирование, что ли, да, и он же является там чем-то для тебя. Для маленьких участков мы вынуждены совмещать зоны, например, когда у тебя часть одной функциональной зоны является частью другой, и находясь здесь, тебе кажется, что она больше, ну, мы вот так делаем, наложение одного на другое. Безусловно, это использование всех уголков. В маленьких садах мы не оставляем вот этих потаенных уголочков, которые мы не успели освоить, вся площадь идет, несет функциональную нагрузку, вся площадь используется. Кстати, самая неприятная ошибка – это не предусмотреть зоны хранения в маленьком саду, потому что там на виду будет все. Если у тебя нет места для газонокосилки, для лопат, для хранения там колес, каких-то там, не знаю, тряпок, веника, грабель, ну, вот бытовых предметов, которые тебе нужны будут в саду, то они будут у тебя болтаться в саду, либо будут таскаться через весь сад, через дом, там, в гараж. В общем, вот эти вопросы надо обязательно, опять же, с тем списком, который вы изначально написали, все, что вы хотите у себя разместить, повыкидывали, то, что точно не поместится, оставляем необходимый минимум и смотрим, что нам к этому надо. Опять, еще раз говорю, газон – это газонокосилка, это утилизация, цветник – это значит удобрение, грунт, секатор, семена и так далее, и так далее. Надо понимать, учитывать, плодовое дерево, порубочные остатки. Поэтому в очень маленьких садах мы часто отказываемся от газонов. Я говорю сейчас про таунхаусы, и это хорошее верное решение. Иногда, ну, нет, опять же, но здесь все зависит от заказчика. Одному принципиально тогда можно и на трех квадратных метрах газончик сделать, он там босичком походил и рад, но если есть возможность этого избежать, то мы избегаем, и, соответственно, у нас дополнительный этот инвентарь исчезает из нашего сада. Что еще из такого не очень приятного? Мы стараемся сделать пространство более сложным. Понятно, что по прямой взгляд бежит от меня до тебя. Если у нас есть какой-то рисунок, дуга, круг, круг, соответственно, взгляд скользит. Мы добавляем вертикали обязательно, чтобы взгляд у нас и вверх скользил. Для маленького сада это важно, потому что мы создаем ширмы не только вертикально, но и горизонтально. То есть чаще всего... Здесь окно, тут окно соседа. Поэтому появляются в маленьком саду очень часто и очень удачно перголы. Появляются соответствующие виды деревьев, когда мы кроны поднимаем повыше. Чаще всего это декоративно-лиственные кустарники, декоративно-цветущие, которые высотой до 4-5 метров. Мы можем поднять крону, прикрыться, но освободить пространство на уровне глаз, которое нам вот здесь нужно. В то же время создать какую-то более приватную территорию, когда мы не можем... Вот не могу я закрыться от него, если я здесь высажу... У меня шириной 10 метров участок. Если я здесь высажу какую-то из растений ширму, я просто съем эти 2 метра с одной стороны, с другой. Поэтому здесь мы вот... И таким образом тоже перекрываемся от соседей. Вообще тесная дружба с соседями на маленьких участках. Тоже такое специфическое мероприятие. Посмотрите, где будет шумно у него, где у вас, надо ли вам эти зоны разносить или совместить. Очень часто мы стараемся минимизировать тропиночную сеть. На очень маленьких мы можем вообще этого избегать, да, то есть создать несколько зон, между которыми передвигаемся. Если мы передвигаемся по газону, то выбираем соответствующие виды газонов, которые будут устойчивы, да, а-ля спортивные варианты. Да, особые там травосмеси. Если у нас есть какие-то дорожки, избегаем дублирования дорожек. Например, наличие отмостки у дома отлично увеличиваем ее, делаем, эксплуатируем ее, ходим по ней и избегаем лишних дорожек в маленьком саду. Вот еще раз обратить внимание, как раз этот комментарий о том, что мы не рассказываем про растения и про полив, а надо рассказывать про растения и про полив. Вот, понимаете, Ландшафт это, вот, я тоже всегда, Маш, я очень люблю сравнивать ландшафт с квартирой, потому что так людям понятно. Ландшафт это все-таки такая узкая тема, действительно, не всем это надо, это надо раз в жизни, поэтому люди как бы не разбираются, это нормально. Да, конечно. Но я как бы как объясняю, и, как правило, это понятно, поддержите меня сердечками, если будет понятно то, что я сейчас скажу. Вот растения на участке, это то же самое, что примерно, когда вы уже сделали ремонт в квартире, вы выровняли стену, у вас под полом лежат, вот, да, под паркетом, не знаю, под плиткой, тёплый пол у вас лежит, у вас там всё это, у вас везде проводка, которая уже закрыта вся, красиво, всё это отштукатурит, сверху уже красочкой покрыта, и вот только после этого вы вносите ребят в мебель. Вот это, как бы, да, когда уже, но при этом мы понимаем, какая она там, да, да, как она нам будет. Да, конечно, изначально ты уже знал, что у тебя будет. Что это будет, да. И мы её, как бы, туда ставим. Вот это, ну, примерно, может быть, растения, они более сложные, потому что они... Отличная, отличная аллегория, очень-очень. Это, вот поэтому, понимаете, мы до растений ещё, спасибо за ваши сердечки, вижу, что открываются, просто, это действительно очень понятно, растения, это уже вишенка, действительно, на торте, это самый финал, это самая приятная работа, но и самая непродолжительная по времени, поверьте мне, на слово, если не верите, у Маши прямо сейчас. То есть, это такое зрение, когда у тебя уже вот эта гигантская работа. Конечно. По всему, да, то есть, вот по стройке, по всей, потому что под землёй, в саду, находится очень много коммуникаций, там дренаж, не знаю, вот эти все, это, да, мошенник. Электрика, мы сейчас все ходим с телефонами, даже те же розетки, да, там должны быть во всех твоих зонах отдыха, если ты каждый день выходишь пить кофе, вы всей семьёй выходите пить кофе, утром разбежались, то у вас здесь должны быть розетки для того, чтобы зарядиться, включить свет, включить музыку, подключить там умный дом. Ну, то есть, вот это уже такое необходимость. Вечером чаще всего семья встречается, вечером, после работы, соответственно, ну, здесь, это всё опять к конкретированию, к началу, когда мы изучили, что из себя представляет наш участок, что из себя представляет наш заказчик, если вы делаете сами, вы себя расспрашиваете, да, ваши привычки, как вы будете проводить время, и вообще сад, это тоже некий такой сторител, ты продумываешь сценарий своего времени, не в саду, что ты там будешь делать, как ты будешь двигаться, потому что какая бы красивая картинка у тебя не была, но если это просто картинка, ты вышел, постоял, смотрел, отлично, если у тебя некуда идти, нету там затеи, для чего ты пойдёшь вот в этот угол сада, ты туда и не пойдёшь. Поэтому мы стараемся, во-первых, разносить какие-то зоны, да, для того, чтобы у нас были маршруты, если площадь сада уже, мы уходим от таунхауса, уже позволяет создать какие-то прогулочные маршруты, то они обязательно должны быть логичные, в них должна быть потребность, не может дорожка просто идти для красоты, как говорится, упираться в зеркало, ну не может, ты не будешь туда в жизни ходить, сейчас было всё в порядке, ты можешь подойти, развернуться, пойти обратно, поэтому у тебя должен быть вполне логичный маршрут, например, к зоне отдыха, здесь у меня зона патио пристроена у дома, я здесь загораю, мне как раз здесь солнце попадает, а там у меня хороший теневой уголок, где я могу спрятаться, посидеть, почитать, это может быть беседка, это может быть какая-то пергола, просто там розовый сад, я не знаю, розовый кабинет, зелёный кабинет, я ушла, спряталась, прекрасно себя чувствую, с другой стороны, у меня, например, там детский какой-то комнат, то есть все мои дорожки, они в маленьком саду, строятся по необходимости, ну а дальше мы уже химичим опять же с маршрутом, чтобы он был интересный, чтобы его чуть-чуть усложнить, не заиграться с этим, но сделать красивые плавные линии, чтобы они не просматривались насквозь, ты заходишь и видишь забор, вот твой участок закончился, всё, всё обознают, у тебя никакой интриги, мы всегда хотим создать интригу, что ты идёшь, ты не видишь весь участок, ты поворачиваешь, у тебя открывается какая-то одна картина, вышел из-за дома, у тебя открылась другая картина, повернул, вот я дошла до этого уголка, у меня здесь, значит, зелёный кабинет, я в него села, посмотрела, у меня открывается совершенно другая картина, на мой участок, на мой дом, одно дело, я из дома смотрю, в общем, здесь мы химичим, чем больше у нас будет вот этих вот, эмоциональной окраски, тем наш участок будет богаче, будет казаться больше, чем он есть. Маш, ну давай к растениям перейдём, вот уже, да, два конкретных вопроса, то есть, какие деревья можно посадить, чтобы они там вот коньяк не мешали, или друг другу, или чему-то ещё, то есть, есть какие-то нельзя, то есть, или там есть какие-то не надо? Дизайн, это всегда такая творческая история, если к этому подходить грамотно, имея вот эту вот техническую базу, то нельзя, практически нету. Но есть общие рекомендации, для маленького сада мы стараемся избегать очень рослых растений. Большая ошибка, используют только карликовые культуры, тогда мы имеем маленький сад, вот такие маленькие, какие-то напиханные ёлочки, тут у меня вот такая вот, сто лет будет расти малюсичный можжевельничек, тут у меня туйка маленькая, а то, значит, у меня ель карликовая, и всё это вот такое маленькое, и это ещё, твой сад, кажется, ещё меньше. Поэтому использование только карликовых растений тоже неправильно. Ну и сильно рослых, мы часто видим, когда ты приезжаешь на участок, там выросла ель, которую посадил, значит, дедушка, она 20 метров вверх, 5 метров юбка, ничего под ней уже живого нет, она съела дом, съела беседку. Понятно, что история со стрижкой растений тоже специфическая, никто ничего не будет делать, если это изначально не предусмотрено, поэтому выбираем сорта, чем компактнее верхушка, тем компактнее корень, всё прямо пропорционально, у растений прямая пропорция, много наверху, много внизу, мало наверху, мало внизу, поэтому выбираем растения, это вообще не проблема, очень много нам селекция, каждый год делает прикольные, красивые, более устойчивые, более декоративные, они больше цветут, так далее, так далее. Всё для нас. Вот, поэтому в маленьком саду всё должно быть соизмеримо. Если вы хотите, ну, например, у меня в голове всегда был сад, это какая-то яблоня под ней, стол, гамак, значит, скатерть, самовар, вот у меня вот такое представление про прекрасный сад. Конечно, это большое дерево, и я его выберу одну, и я посажу это одно дерево, и будет прекрасно, соизмеримо пространство. Открытые плоскости с объёмами мы как бы уравновешиваем, понимаем, что у нас дом оттяпал, часть площади, ещё мы деревьями. Поэтому, если большие деревья, тоже, конечно, яблони, соответственно, это будет полукарликовый подвой, если мы хотим под ней косить. Если не хотим под ней косить, можно карликовый подвой, или шпалера, и так далее. Какое-то красивое солитерное дерево. Либо... Маша, плохо тебя слышала? Колоновидные яблони. Прекрасно. Кстати, хочется сказать, ничего более колоновидного, кроме яблонь, пока нету. Не ведитесь. Колоновидные яблони – очень интересная, красивая затея, потрясающие плодоносят. Вот как раз для маленького сада их можно вписать в цветник, в композицию. Вот как раз мы хотим... Потому что видела их в саду, и через три года, и через пять лет после посадки. Шикарный урожай. Они очень маленькие, компактные, действительно мало мест. Их можно посадить, из них можно изгороди, то есть мы можем чистоколом посадить, с маленьким промежутком. Все-таки весной мы хотим цветения. Вот мы так устроены, мы эту зиму перезимовали полгода, и нам хочется вот этого взрыва, обновления. Все-таки это психоэмоциональная еще история. Да, для нас цветение весны – это цветение садом. Поэтому хошь-не хошь, а чтобы что-то цвело весной. А это, конечно, плодовые деревья. Первое наше цветение, которое так радует нас, это вот май, все, зеленый шум начался. Поэтому колоновидные, шпалерные, небольшие растения. Не нужно уходить в карликовые формы. Берите среднерослые. Мы стараемся избегать больших растений, которые потом сожрут участок, поднимут все ваши дорожки своими огромными корнями, да, убегут к соседям, скандалы с соседями, что ваши липы, у меня там вообще весь участок. Чем меньше участки, тем больше проблем будет с соседями из-за больших деревьев. Вот, поэтому... Не поняла вопрос сейчас. Не могу понять, то ли нету окончания. Вот, так что деревья подбираются так же, как аксессуары в квартиру, уже конкретно, под конкретные нужды, с каталогом смотрим. Всегда подбираем по итоговому размеру. Не потому, какая она сейчас красивенькая стоит. Елочка в питомнике, такая малюсечка, а через три года она тиметровая. И, конечно, подтверждаю, у нас всегда... Мы тоже консультируем именно с прицелом на то, каким будет растение во взрослом состоянии. Всегда задаем этот вопрос, что это одна из роковых и основных, на самом деле, ошибок людей. Маш, у меня такой... Не учитывайте размеры растения во взрослом состоянии. А вот такой вопрос, ответь честно. Вообще животные и маленький сад, это совместимое понятие или нет? Ну, совместимое, просто потому, что это есть. Это есть люди... Чаще всего мы говорим о собаках, естественно. Да, это выгул для маленьких... Значит, если есть собака, хорошего газона не будет. Надо понимать. Потому что на маленьком участке сделать отдельный выгул просто негде. На большом участке мы можем сделать отдельную зону, где собака выгуливается. Если это большая собака-охрана, то это должна... Ну, она выгуливается в... Как говорится, если есть возможность в посёлке, выводится. Но это, опять же, должно быть место обитания, где она живёт, будка, вольер, в зависимости от того, в какие породы разные, породы по-разному садятся. Кто-то на привязи, кто-то в вольере, кто-то на вольном выгуле. Вот. Сейчас многие посёлки ограничивают возможность... Извиняюсь. Содержание животных на участках. Наверное, в этом есть смысл, потому что всё-таки это ответственность. Маленькие участки, и это проблема. Когда у тебя участок хотя бы там 20-30 соток, ты действительно можешь себе позволить без проблем. Вот так что... Маш, ну, а вот если у нас уже есть что-то, да, то есть у нас уже есть там сад, то что это... Что ты называешь, это реконструкция? То есть... Ну, чаще всего, да, конечно, мы приходим, обычно, как создавались те сады, которые вот сейчас переходят по наследству. Всё, что можно было красиво купить, покупалось, сажалось на самые видные места, и теперь это такой винегрет, и там бывают очень уникальные, например, какие-то растения красивые, но всё вместе, это вот как бы всё лучшее сразу. хорошо, или вот по периметру, а чаще это вот такая вот мишанинка. с этим добром делать. С этим добром нужно его рассортировать, да, и работать точно так же, как и работаем с любым участком. Определяем стиль нашего будущего, облик сада, под него думаем о том, какой цвет будет наших цветников. Ой, кстати, очень хорошее правило, правило трёх, работаем с тремя фактурами, с тремя цветами, с тремя материалами, точно не ошибётесь. Берём круг цветовой, берём три контрастных цвета, которые, либо три нюансных, это зависит уже просто от пожелания, да, вкусовщины, и вот с ними работаем. Например, я люблю голубой, сиреневый, белый, такой прохладный, лёгкий сад, это дымки, очень много растений воздушных, так модных сейчас, там, котовников, тех же самых, там, шалфеев, сиреней, каких-то злаки добавлю, и вот буду иметь вот эту вот воздушность, лёгкость. Опять же, этим увеличу воздушную перспективу в своём саду. А ещё деревьями создам линейную, и вообще будет хорошо казаться, что он будет больше. Маша, ну тут просят примеры сортов растений для малого сада, но эта тема действительно очень обширная. Во-первых, нужно по виду... Ты знаешь, я тебе сброшу такой постик, дам примеры, там, ёлочки, сосны, ну, хвойные мы очень любим в маленьком саду, потому что они дают эту декоративность круглогодичную. Ну, мы возьмём лиственные деревья, лиственные кустарники, декоративные лиственные, декоративные цветущие, возьмём хвойные деревья, кустарники, возьмём какие-нибудь самые мастхэв, там, многолетники. Давай сделаем такой пост и просто поделим у тебя и у меня, я думаю, это будет для всех полезно, и сейчас, чтобы не тратить, потому что это можно, знаете, сидеть, как большую советскую инциклопедию сейчас вот рассказывать, да? Ой, однозначно. Сразу нам, значит, мы стараемся избегать в маленьком саду растений агрессоров, потому что за ними сложно следить, растений сложных в зимовке, потому что в маленьком саду очень здорово рододендрон в цветении, но рододендрон, который надо укрыть, он у тебя будет, значит, если ты их там 5, 7, 10 купил на радостях, и у тебя, значит, 10 домиков стоит полгода в саду, тоже в маленьком, который... Да, точно. Это действительно тоже нужно учитывать, то есть, чтобы всё-таки, в саду были растения нашей зоны, которые не нужно укрывать, потому что... Декоративность 4 сезона. Сад должен быть красивый и зимой, и весной, когда ещё нету листвы, а у нас часто вот этот безлиственный период долгий осенью. Ещё снег не выпал, а уже всё серенькое, грязненькое, поэтому обязательно мы думаем о растениях с стабильной декоративностью, с декоративной корой, с красивыми плодами, с ранним цветением, то есть, прям по сезонам работаем. Ну вот, я же сказала тут уже, знаешь, 20 пунктов, то есть, что нужно делать, и до узнать, что у нас там будет технически, сложно, не сложно, туда будет попасть, вообще из дома, есть ли доступ, вот это всё, да, и стороны света, и, значит, все эти... Да, что у вас там, ветер сифонит, не сифонит. Функционал, потом, значит, соседи, да, то есть, функционал в том смысле, что вы там собираетесь делать, да, а к чему, а к чему вообще там душа лежит, да, то есть, какие занятия... Ты знаешь, я маленький пример приведу, я приехала за город к подруге, и в них нету вообще заборов, и мне было, вот мне лично было некомфортно, она выходит там, тётя Зин, привет, Наташа, здравствуй, а я выхожу и чувствую себя, как на сцене, то есть, мы настолько разные, вот я у себя, я люблю там в пижаме ходить, в купальнике валяться, и я не хочу думать о том, что кто-то на меня смотрит, то есть, опять же, надо почувствовать заказчика, да, что ему ближе, он открытый, человек закрытый, общительный, если есть возможность избегать заборов, есть такие современные, хорошие катачные посёлки, где только внешние заборы ставятся, но люди всё равно, в основном, хотят прикрыться, наше советское прошлое, нам говорит о том, что хватит общака, мы хотим иметь свою обособленную территорию, нам так спокойней, это вопрос безопасности, поэтому, вот эта вот история о том, что давайте всё будет открыто, она очень редкая. Но здесь тоже история, ну как сказать, у меня, например, такая история, те, кто на меня там давно подписан, у меня, вот два сада, да, у родителей, вот у моих родителей, это дом в деревне, и там соседи категорически против отгораживаться, даже не мы, а соседи, они нормы, и они говорят про то, что все друг друга, ну вот так повелось, они там реально очень много, это уже второе поколение, которое там живёт, и вот, и у нас с одной стороны он стоит, а с другой стороны там просто решёточка, и мне это ужасно некомфортно, мы там всё равно пытаемся что-то посадить, и не дай бог высадить тую, которая будет высотой выше забора, они нас просто, вот, ну короче говоря, да, это тоже очень, это тоже важные моменты, при, знаешь, я попала в Башкирию на свадьбу, и там вообще нету заборов, но они-то знают, где чужой участок, а я выхожу, говорю, ничего себе у вас, он говорит, нет, ты туда не ходи, это уже соседская, то есть, это тоже такое психологическое, психологический момент, да, то есть, дизайн, это ещё и про психологию, нам комфортно, да, когда у нас прикрыта спина, да, то есть, человеку комфортно, ну, это такие инстинкты самосохранения, когда там огорожен периметр, да, там срабатывает там безопасно, это безопасно, я закрыт, комфортно ли спать в поле, не знаю, то есть, надо себя спросить, как заказчика, что тебе будет приятно, от этого уже зависит, какие будут заборы, будут ли, вот, кстати, тёмные заборы, которые почему-то раньше считались, типа, не очень хорошей историей, намного легче растворить в пространстве и спрятать границы, на этом фоне просто, ну, реально, значит, меркнет любая красота, просто. Ну, к сожалению, да, это, надо понимать, что это огромная площадь, да, по периметру, там, два метра высоты, это такая, это фон для всего, и вы будете, и вот, надо подумать, что ты его всегда будешь видеть, что ты хочешь видеть, профильный набор, вот этот весь список, вот, на 35 миллионов пунктов, это вообще... это, на самом деле, большая тема, мы вот как раз будем с девочкой 28 числа говорить об этом весь день. Так, давай я, значит, у девчонок будет семинар, очный, в Москве. Очный, да. Вот, осталось действительно просто очень мало места, я так понимаю, они вообще остались, да, три, 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 наверное, не больше, да. То есть, я так понимаю, что как раз там будет целый день про все, весь день, да. Вот, ну, расскажи, опять. Ну, как раз мы начнем с того, что, как, с чего начать, и мы идем последовательно по пунктам, что предусмотреть, что начать, начиная с момента знакомства, что учат, что про него знать, как запроектировать, до каких-то вот этих вот чисто декоративных хитростей дизайнерских, там, как увеличить, да, там, у нас еще фишечка, это вода, у нас будет блок о водоемах, маленьких садах, потому что, конечно же, водная гладь может работать как зеркало, как любое зеркало, вот эта отражательская способность может увеличить ваш сад, там, в два раза, да, то есть вы видите картину отраженную, это очень красиво, поэтому еще и про водоем поговорим. Водоемы на каких участках вообще, вот, то есть, на любых, ну, на шести сотках можно сделать водоем? На одной сотке можно сделать водоем, водоем же не обязательно это пруд, да, то есть это может быть ручей, это может быть какой-то вазон, мини-фонтан, каскад, ключ бьющий, чем больше участок, тем больше возможностей, да, вот там, шесть соток, это, пожалуйста, уже плавательный бассейн, это прудик какой-то там с красивым истоком, такая история, то может быть что-то геометрическое, красивое, с гладью и так далее, то есть возможности, конечно, современные возможности материалов, мне очень нравится сейчас работать, сейчас материалы классные, ты не ограничен какими-то, знаешь, там формами, потому что ничего другого нет, сейчас мы можем творить и вытворять, как говорится, вот, все у нас, все у нас есть, вот нам питомники привезут растения всяких, вырастет для нас побольше, в этом году. Мы стараемся над этим, сейчас не об этом речь, но усиленно прям на следующей неделе уже разражусь, собственно, постами про ассортимент 23-го года. Кстати, очень большая ошибка для маленького сада, покупать растения, абы как, приезжайте в питомники, в садовые центры, потому что надо про них спрашивать, должен быть человек, к которому ты можешь подойти, да, и он тебе покажет и расскажет просто, потому что вот сейчас это вот так, что с этим будет через 5 лет, через 10 лет, это очень важно. Скажите там обязательно тоже. Скажи, как записаться тем, кто хочет еще попасть к вам в субботу? Ну, это очная встреча в Москве, в районе Дмитровского шоссе, мы будем встречаться. Написать, просто мне написать в личку, потому что мест не так много, и я все там расскажу, покажу, запишу. Вот такая история. Не знаю, позволит ли нам в Инстаграм провести больше часа. Спасибо тебе большое. Я думаю, Химки, вот Катя пишет нам. Химки. О, Катя, привет. Привет. Водоем – это релакс, это однозначно. То есть очень часто, да, это же еще звук, особенно когда вода струящаяся. Ой, я тебя перебила, у меня звук пропал, Маша, извини, пожалуйста. Понятно, мысль пошла. Я просто зацепилась в глаз, что это релакс. Да, журчащая вода, очень приятная история. Ну, вот, например, вот в это лето, когда было очень жарко, мне кажется, все, кто мог, хотя бы какому-нибудь вот мизерному бассейнчику докупили, потому что надо было выживать. Поэтому вода – это такая очень интересная история, не только декоративная. Маша, а вот сейчас, ну, если нас выключат, друзья, простите, но я вот хочу спросить, какие бассейны, знаешь, вот это вот, когда ты по лесенке вот взбираешься, и у тебя вот на трех сотках стоит, хочется, чтобы детки там покупались, да, хочется, но вот это, это можно как-то тоже, не знаю, облагородить? Конечно, обыграть, облагородить. Здесь надо понимать, это история статичная, постоянная или временная. Если это временная история, для нее есть одни правила, если она постоянная, другие. Конечно, просто предусмотреть площадку, да, для того, чтобы там не выпривал газон под ней. Вопрос безопасности, вопрос размещения, к любому бассейну идет насос и фильтр, да, то есть воду надо гонять, добавлять там реагенты, если мы говорим о плавательном бассейне, фильтры механические, скиммеры и так далее. Все это где-то должно располагаться, туда должен подходить там 220, должна быть возможность сливать воду, наливать воду, обслуживать. Так что вопрос с водой, он такой, гидротехнические сооружения, это не на глазок. Это можно сделать очень красиво, очень здорово, и даже надувной бассейн может быть красивым. И даже временно можно как-то, то есть я так понимаю, правильно придумать, просто об этом заблаговременно подумать и распланировать себе все это красиво. Скажем так, в Подмосковье стационарные открытые бассейны это редкость, просто у нас климат такой, да, ну не наша история. Есть, я не спорю, но это все-таки исключение из правил. Чаще всего это действительно временные истории, временное строение, поэтому надо подумать о том, что будет монтаж и демонтаж, что будет после этого, то есть просто задача с этим вопросом и технически его решить. Маша, ну предлагаю завершаться. Значит, я хочу что сказать, я сейчас попробую сохранить эфир и в комментариях напишу еще раз ссылку на твой блог, да, и на блог вашего прекрасного сад на пять, да? Да, можно туда, конечно. И можно писаться на семинар. И также хочу еще раз проговорить, что мы нашим слушателям Я подчисткой, я не знаю, да. Обещаем постик полезный как раз, да, подберу сорта растений для малого сада, ну как бы такой мастхэв, то, что точно не ошибемся. Давай, мы вместе сделаем, я может тоже что-нибудь допишу там вот из... Конечно, я рассчитываю, что как бы на ассортимент не выдуманный, а вот, который можно приехать и купить. Спасибо, друзья. Машуль, спасибо большое. Интересно, есть о чем подумать, есть о чем задуматься. Мне очень понравилось про... А вы подумали про систему хранения для ваших там газонокосилок или для ваших вёдер, ну реально, когда ты в квартире, ты действительно думаешь про свой шкаф, будет у тебя там отдельный мяч или нет, и ты как бы планируешь себе, да, там вот эти полочки, а в саду у нас нет такого как бы навыка, да, нет такой привык, ну да, то есть мы просто не можем это предусмотреть, поэтому учить надо правильно, мы будем тоже делать правильно. Да, конечно, конечно. Слушай, сейчас модно вот это вот как-то средство малой мобильности, да, самокаты, велосипеды, вот в семье есть трёх человек, это три велосипеда, тогда на парковке три велосипеда, это может быть вот так вот, а может быть продумано. И климат у нас специфический, если у тебя есть навеси, куда ты можешь свои велосипедики закатить, там дождь, не помеха и так далее. Вот электросамокаты, ну уже часть нашей жизни. Ландшафтный дизайнер это не про растения, да, это про стройку, про инженер, про велосипед, да. Ты знаешь, мы на самом деле, если уже сейчас вырубит нас, мы красоту-то видим в самый последний момент, то есть мы видим всё вот это вот, грязь, 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 стройка, бетон, какие-то провода, трубы, значит, и только в потом же раз, вот тык-тык-тык-тык, растения, да, и ты как раз в этот момент уходишь с участка, поэтому я люблю ездить потом на участки, которые делала, смотреть, потому что участок должен ещё набрать декоративность, хотя бы там сезон, два, три, в зависимости от того, какую гадуфу мы выбрали для посадки, кондицию, но надо, чтобы оно так, наросло, зажирнело. Да, понимаю. Хорошо, Машуль, всё, спасибо большое. Спасибо, очень рад тебя увидеть. Заимно, прям очень рада. Хорошего вечера тебе, хорошего вечера вам, дорогие друзья, эфир сохраняем, до новых встреч. Если какие-то вопросы не ответили, мы в комментариях у тебя ответим на них. Отвечать, я там видела вопросы, но они требуют какой-то конкретики, там какие растения можно сажать, там-то ответим. Ответим, да, давайте, можно накидать вопросов, мы ответим. Всё, Машуль, спасибо большое. Спасибо. Пока-пока. Спасибо. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо.